В Ленинском городском округе регулярно проходят рейды по проверке оплаты проезда в автобусе по безналичному расчету. Ведь нередко пассажиры попадают в ситуацию, когда валидатор оказывается сломанным или водитель отказывается принимать карту. Нам поступили обращения, что на некоторых маршрутах Ленинского района невозможно оплатить безналичным расчетом. Сегодня мы проверили и подтвердили, что некоторые водители на отказ не принимают карты и принципиально говорят, что нужно оплачивать либо наличными средствами, либо Сбербанк онлайн. Активисты народного контроля на личном примере убедились в этом. Почему вы принимаете деньги на свою личную карту? Вы мне сказали перевести на вашу карту личную по номеру телефона. Можно так, можно так? Это же разве законно? Видимо, что сейчас мы попытались проехать на этом маршруте и, соответственно, оплатить банковской картой. Сотрудник водителя сказал, что вот вам номер телефона, поэтому номер телефона вы можете перевести мне на Сбербанк онлайн. Это совершенно незаконно. Данный сотрудник компании принимает денежные средства на свою личную карту. В ходе рейда было проверено несколько маршрутов в городе Видное. И действительно, некоторые водители предлагали сделать перевод на личную банковскую карту. Выявлен ряд переводчиков, которые не предоставляют такую возможность и при этом предлагают оплатить проезд на личный телефон, либо на банк онлайн. Поэтому вопрос очень серьезный, и жители многие не знают об этом, и водители этим пользуются. Поэтому мы, в общем-то, проводим рейд и как информационный для жителей, и также профилактический для транспортной компании. По закону Московской области, если у вас не приняли карту, либо карту стрелка, либо банковскую карту, то вы имеете право проехать бесплатно. Если водитель выехал на маршрут без рабочего валидатора, то, соответственно, также вы имеете право проехать бесплатно. Также в ходе рейда координатор федерального проекта Шерзот Атаев ознакомил пассажиров с тем, что в каждом автобусе, в салоне и снаружи должен быть наклеен информационный стикер о бесплатном проезде, если нет возможности провести оплату через стрелку или банковскую карту. Но, к сожалению, на многих маршрутах такие наклейки отсутствуют. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНЕТВ.